Всем привет! Ученые ни минуты не могут усидеть на месте. Одни обнаружили заразную форму рака в воде, другие в земле нашли древнерусское ругательство, ну а третьи реализуют идеи, взятые буквально из воздуха. Стихийный букет в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Группа ученых под руководством Стивена Гоффа из Университета Колумбии в Нью-Йорке обнаружили тип рака, который может передаваться, в том числе и между различными биологическими видами. Среди брюхоногих двустворчатых моллюсков заразная форма лейкемии была обнаружена не так давно. Специалисты утверждают, что зараженные клетки крови могли попадать от одних особей к другим даже без непосредственного контакта и вызывать заражение, тем самым провоцируя гибель целых популяций. Ученые подчеркивают, что пока не могут описать ни механизм распространения заразной лейкемии, ни историю ее формирования, ни даже степень ее реальной опасности для различных биологических видов. А в России археологи обнаружили ранее неизвестное древнерусское ругательство, обозначающее вор или мошенник на берестяной грамоте в ходе раскопок в Великом Новгороде. В слое первой половины XIV века был найден довольно большой документ, содержащий запись об рока или долга. В нем есть слово «посак», обнаруженное в берестяных документах впервые. Академик РАН Андрей Залезняк на основе псковских и тверских говров дал толкование ему как вор или мошенник. Общий смысл грамоты пока не расшифрован. Берестяное послание стало 1082 по счету с момента начала археологических исследований в Великом Новгороде. Впервые грамоты здесь были обнаружены в 1951 году. И напоследок в Татарстане. Накануне в набережной Челнинском государственном педагогическом университете подвели итоги передвижной выставки «Мой город, мой талант». За 30 дней с 18 мая по 16 июня организаторы посетили 12 городов Татарстана. В выставке поучаствовало более 4000 молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет. Цель и прошедшей выставки – показать, что в каждом городе есть талантливая молодежь, есть потенциал для реализации своих амбиций и идей и проведения своеобразного кастинга на молодежную школу талантов. Лучшие команды и проекты в конце августа продолжат работать над своими идеями в Челнах. А на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok